Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как на самом деле мы худеем и что происходит с нашим весом, когда мы садимся на диету. Итак, когда мы начинаем худеть, мы все хотим, чтобы наш вес стремительно падал вниз и никогда не поднимался обратно. То есть, если смотреть на графики, мы всегда хотим, чтобы наш вес падал примерно так и упал без каких-либо подъемов, чтобы мы сели на диету, сидим на ней и вес идет вниз, 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 вниз и никогда не набирается. Но на самом деле это все возможно только во сне, потому что такой график для похудения это совершенно нереально. В реальности чаще всего происходят три развития событий. Первое это когда вес сначала падает, потом растет, падает, растет, падает, растет и так дальше. То есть, когда у нас вес вначале опускается вниз, потом резко возрастает, опять вниз, возрастает и вот так постоянно прыгает туда-сюда. Еще один вариант. Это происходит, когда вес стоит на месте, затем мы немного худеем, вес снова останавливается на какой-то точке, опять немного опускается, опять останавливается. То есть постоянно мы либо находимся в положении, когда вес стоит, либо он немного опускается. И последний вариант того, как на самом деле обычно происходит похудение, это вес у нас падает, затем поднимается и останавливается на какой-то отметке. Останавливается, проходит время, он опять падает, снова поднимается и снова останавливается на какой-то отметке. Вес может подниматься по разным причинам. Я записывала видео, причины, по которым вес может увеличиваться, когда это не связано с жиром. Сейчас вылезет ссылка наверху. И посмотрите, пожалуйста, это как раз отвечает на вопрос, почему бывают вот эти скачки наверх. Чаще всего в каждом из этих графиков мы чувствуем мотивацию. Здесь, здесь и здесь. Это те моменты, когда мы заряжены на успех, мы понимаем, что мы все делаем правильно. Мы продолжаем сидеть на диете, мы продолжаем соблюдать все правила. Но потом наступает момент, когда мы спрашиваем себя, что я делаю не так. Это здесь, здесь и здесь или вот здесь. Это тот период, когда мы сидим и пытаемся понять, что мы сделали не так. Где мы съели что-то не то. Но на самом деле причина не всегда в том, что мы где-то съели что-то не то. Ну и момент, где люди все-таки опускают руки чаще всего. Это здесь, здесь и вот здесь. Это те периоды, когда человек говорит, все, я сдаюсь, я больше не буду ничего делать. Это не мое, у меня широкая кость, у меня генетика плохая, мне вообще не суждено похудеть, у меня проблемы с гормонами или что-то еще. Но это не так. Вы никогда не должны бросать диету. Если у вас есть какая-то цель, идите к ней, не важно, что происходит. Если у вас немного вырос вес, то это ничего страшного, а пускай он растет, в конце концов, если вы будете оставаться преданы своей цели, то поверьте, в конце концов, он все равно будет продолжать опускаться вниз. Конечно, у каждого все индивидуально и каждому подойдет какой-то свой график. Или, может быть, вы уже увидели именно свой. Например, для меня больше всего подходит вот этот график, у меня чаще всего происходит именно так. И еще, когда вес останавливается, вам могут начать говорить, что у вас эффект плата. Говоря простым языком, эффект плата это что-то такое, где вес у вас останавливается и вы больше не можете худеть. Многие называют это период застоя, когда вы делаете все правильно, тренируетесь, питаетесь правильно, считаете все, что вы едите. Но жир не уходит, а мышцы не растут. Говоря честно, я не верю в эффект плата. Давайте вначале я вам объясню, что происходит при похудении. Первый месяц, когда мы начинаем тренироваться и сидеть на диете, у нас уходит очень много жидкости из организма. Именно поэтому чаще всего в первый месяц вес стремительно падает вниз. Как только вся лишняя жидкость вышла из нашего организма, у нас начинает уходить жир. И для жира требуется больше времени, чем для воды. Если вода у нас уходит стремительно и быстро, то жир так быстро уходить не может. Даже знаете, могу вам сказать так. Первый месяц ничего не значит. Подумайте об этом пару секунд. Целый месяц. Это 30 дней. Изменение вашего веса в эти 30 дней не значит ничего. То есть, с нас просто ушла лишняя жидкость. Все. То, что уходил жир, маловероятно. Только через месяц диеты, тренировок у нас начинает активно расходоваться жир. И это как раз тот период, который все называют эффектом плата. На потерю жира нужно потратить намного больше времени, чем на потерю жидкости. Поэтому вес порой и останавливается. Но то, что он останавливается, не значит, что вы делаете что-то неправильно. Просто вам нужно продолжать делать то, что вы делаете сейчас. Если вы знаете, что вы все делаете правильно, вы соблюдаете все правила, то поверьте, жир в конце концов будет уходить. И цифра на ваших весах в конце концов тоже упадет. Если посмотреть на все эти графики, то вы увидите, что прогресс есть. И он начинается от первой точки и заканчивается последней. Главное, чтобы вы видели окончательную разницу между тем, где вы начинали, и тем, где вы закончили. Неважно, что происходит между изначальным вашим весом и тем, которого вы достигли. Главное, чтобы вы видели конечный результат, что вес в конце концов все-таки идет вниз. Ну и плюс, конечно же, я бы все-таки посоветовала делать фото, потому что фото позволяет прям четко отследить все изменения в фигуре, так как мы привыкаем к тому, как мы выглядим, и не всегда можем объективно оценивать нашу фигуру. Мы с вами разобрали три основных графика, как происходит настоящее похудение. Прошу вас запомнить, что похудение никогда не бывает линейным. И вы неизбежно порой будете набирать вес. Он неизбежно будет порой подниматься на весах, но в этом нет ничего страшного. Смотрите перспективу. И когда вы вновь увидите, что цифра на ваших весах поднялась наверх, вспомните эти графики, представьте, что ваши цифры сейчас вот здесь, и через пару-тройку дней она опустится вниз. Если вы видите, что ваш вес встал, не стоит отчаиваться. Подождите немного, подождите чуть-чуть, продолжайте делать то, что вы делаете, и в конечном счете вес все равно пойдет вниз. Сто процентов! Важный момент. Вы можете оставаться на периоде застоя веса очень долго. Это может происходить день, пять, неделю, месяц, три месяца. Реально вес иногда способен очень долгое время стоять на месте. Но это не значит, что вы делаете что-то не так. Просто продолжите. Если вы считаете, что что-то все-таки не так, попробуйте это изменить. Попробуйте чуть-чуть урезать калории, и возможно сразу же вес сдвинется с мертвой точки. Но всегда идите до последнего. Если вы знаете, что все правильно, что вы нигде не ошибаетесь, что в подсчетах все правильно, просто продолжайте делать то, что делаете. Значит, вашему организму просто нужен перерыв. Просто он сейчас немного отдохнет и начнет дальше работать, и вес в конце концов пойдет вниз. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, это видео вам было полезно. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Дальше будет еще интереснее. Хорошего вам дня, достижения ваших поставленных целей, и не бросайте свою цель раньше времени. Поверьте, все достижимо, но нужно терпение. Субтитры сделал DimaTorzok